Итак, вы можете нам рассказать что-то об вашем образовательном опыте? Да, конечно. Я получил мою первую степень образования в университете Роттердан. Это был фантастический опыт, потому что это был первый раз в жизни, когда я жил за границей вдали от моих родителей. Это идеально научило меня быть независим и, конечно, как решать конфликты, приоритеты и строки решения задач. Мне повезло совместить хорошую академическую успеваемость с активным членством в разных спортивных командах. Я представлял мой университет в национальном соревновании по академической гребле, что было замечательным опытом. Второе, в ходе второго года обучения мне была предоставлена возможность участвовать в программе обмена в Санкт-Петербург. Мой университет пытался установить хорошие отношения с партнерами в России, и они были отчаянно нуждавшись в волонтеров, в смысле добровольцев. Я подумал, что это будет возможность раз в жизни, и так я подписался на это. Я прожил там целый год фантастически. У меня появились друзья по всему миру. Когда я вернулся назад, я потратил на третьем году 3 месяца, изучая рынок банковских услуг. Они пытались найти способ улучшить обслуживание клиентов. Я им помог найти фокус-группу и проанализировать результат. После первого моего степени образования я вернулся в Америку, чтобы получить образование, цель, психология в ЕЛ. А major по-английски это специализация. Я вам запрещаю писать в ваших резюме my specialization is a specialization. Пишите major, это что вы изучали. Допустим, если вы изучали инженерное дело, скажите так. Major Electoral Engineering следующее. Есть понятие minor, а на западе свободный план обучения. То есть вы можете выбрать вторую специализацию, скажите, допустим, английская литература. Minor English Literature. Мои специализации major is English Language. Minor German Language. Это было получено в Торонто State University. Репетиторы по скайпу всегда очень успешны.